Может быть, ты моя половина, может, я половина твоя. Жизнь жительницы Самары Ольги Пермяковой расписана по часам, хотя она и на пенсии. А как иначе, когда у коллектива, в котором поет Ольга Ивановна вот уже 10 лет, насыщенная творческая программа. Концерт, посвященный Рождеству, во Дворце ветеранов также не обошелся без участия ансамбля «Хорошее настроение». Спели и про Новый год, и про зиму, и, конечно, про любовь. Это наша жизнь на сегодня, это наше хобби, это наш интерес, это то, что сегодня помогает нам быть молодыми, здоровыми, веселыми. И неспроста, наверное, мы придумали название своему ансамблю «Хорошее настроение», потому что у нас всегда хорошее настроение. Рождественский концерт во Дворце ветеранов завершил цикл мероприятий, посвященных новогодним праздникам. Все коллективы, принимавшие в нем участие, занимаются в этих стенах. Участники давно стали друг для друга родными людьми. Каждый человек имеет право на спасение, на примирение, на возможность быть услышанным, понятым и быть разделенным в его мыслях и чаяниях. Сейчас не очень спокойное время, сейчас очень много вызовов, которые в целом нашей стране обращены. И наша задача, как можно плотнее объединить людей, а что может быть объединить лучше, чем творчество и тема Рождества, Рождества Христова. Рождество, оно продолжается, сейчас идут святки. Готовились к этому празднику, молились, постились, сейчас праздник приходит, всем поздравляем. Все, как и полагалось, навсегда делать на Руси. Дарить друг другу подарки и дарить хорошее настроение. Виктория Шарая, Игорь Казановский, События.